Коллапс наблюдается и на трассах в Актюбинской области. Большие грузы глохнут на морозе посреди дороги. Не имея возможности починить машины, многие оставляют их прямо на проезжей части. Это спровоцировало заторы. От буксировки водители отказываются. Я не могу разрешить буксировку, потому что она груженная, колеса все расторможены. Если сейчас она даже и не возьмет ее на буксир, а если возьмет, потянет, колеса все сотрутся, они юзом пойдут. А они стоят не три копейки. По словам работников дорожных служб, дальнобойщики боятся повредить резину. Но объяснить, почему среди зимы выехали в рейс без шипованных шин и на летнем дистопливе не могут. В основном, говорят, в КАЗ-автожоле за рулем граждане Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Но немало среди них и беспечных казахстанских водителей. Ради их же безопасности накануне на участке дороги от села Карабутак и до Костаная пришлось ограничить движение грузового и общественного транспорта на дизельном топливе. Сегодня утром ограничения сняли. По официальным данным, на обочинах все еще стоят больше 30 фур. Их водители в пунктах обогрева ждут улучшения погоды. Водители большегрузов едут на летней солярке и летних шинах. В связи с этим на некоторых участках образовались заторы. В местах возникновения заторов совместно с представителями департамента полиции ведутся работы по регулированию движения транспорта. Только вчера на территории области в связи с различными причинами поломок на проезжей части обочинах автодорог республиканского значения встали 57 грузовых автомобилей.